Наказания без вины не бывает, зато бывает наказание без изоляции от общества. В Иванове 52 осужденных подростка в возрасте от 15 до 18 лет, которые исправляются на свободе. 60% из них проходит курс ресоциализации в Центре психолого-педагогической помощи семье и детям. Здесь лечат и помогают словом. В Центр на исправление направляют решением суда. Здесь с подростками работают психологи и соцработники. В основном это по статьям 228 часть 2 это наркотики, в основном это спайс, это курительные смеси, это грабежи, кражи. К ребятам никто не относится как к преступникам, не указывают на их ошибки, не напоминают о случившемся. Стараются расположить ребенка, войти в доверие и сформировать правовое сознание, поставить правильные цели. У большинства проблемы в семье. Психологи Центра восполняют пробелы в воспитании. Когда они к нам приходят и у них вынесена уже условная мера наказания, у них наблюдается снижение чувства ответственности. То есть они считают, что если они что-то совершили, то в принципе незачем уже что-то менять. Поэтому наша работа на первом этапе, когда мы с ними начинаем взаимодействовать, она направлена на то, чтобы замотивировать этих детей и членов их семей на работу над собой, на формирование тех полезных, положительных жизненных целей, к которым эти дети будут стремиться в дальнейшем. Анна написала специальную программу по работе с детьми, страдающими от наркотической зависимости «12 ступеней». Сейчас несовершеннолетний проходит диагностический тест, метод портретных ассоциаций, выявляет наклонности личности, определяет психотип. Специалист рассказывает, в наркотический плен попадают дети как из неблагополучных, так и из полноценных, здоровых, обеспеченных семей. Сложно работать, потому что, естественно, здесь нужно медикаментозное лечение в первую очередь. Мы сотрудничаем с наркодиспансером, где как раз проходят медицинскую реабилитацию эти подростки. И, конечно, первый этап – это, чтобы пройти медицинскую реабилитацию. После этого, конечно, уже здесь необходима психологическая помощь и поддержка. Здесь необходимо работать как индивидуально с подростком, так же мы используем круповые формы работы. Несовершеннолетний в конфликте с законом прежде всего ребенок. И это нужно учитывать. В центре развивают потребность в здоровом образе жизни. Есть тренажерный зал, есть комната релакса, где проходит фильмотерапия. Все помещения уютные и светлые. Ребенок должен чувствовать себя как дома, даже если в его жилище совсем не так. За два года проекта у нас на обслуживание прошли полный курс реабилитации 52 человека. За два года. Это подростки в возрасте от 15 до 18 лет. По результатам трое получили досрочное освобождение, 46 человек не имели рецидивов. Курс ресоциализации длительный год-полтора. Психологи центра рассказывают, эффект от тренингов будет, если сам несовершеннолетний поймет необходимость терапии, настроится на исправление, захочет дальше жить здоровой и счастливой жизнью в соответствии с уголовным и административным кодексами. Если у ребенка была кража, и он имеет условный срок за кражу, то здесь идет речь о формировании потребности в зарабатывании денег законными средствами. Например, стараемся привлечь их к социально полезной деятельности. Наши специалисты, и вообще специалисты любой системы профилактики, любого ее субъекта, они начинают выполнять те функции, которые должны выполнять родители изначально. И они начинают уже мотивировать этих детей. Психологи центра, сотрудники УФСИН, взрослые, добиваются, чтобы агрессивный и враждебно настроенный, оступившийся подросток после курса реабилитации вышел в мир ответственным перед собой и обществом. Добровольно решил уйти от плохой компании и настроился на диалог с родителями. Сейчас курс излечения души в центре помощи проходит 26 несовершеннолетних. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова